Счет и приговор для Енисея в сегодняшнем матче и по ходу всего сезона. Фактически путешествие Енисея в премьер-лигу завершено. Команде уже не выбраться из зоны вылета. Сезон получился непростой. Специалисты называют несколько причин вылета красноярцев из премьер-лиги. Не успела сыграться команда, не успели закончить реконструкцию стадиона. Много было очков потеряно по осени. И уже тогда было понятно, что будет очень и очень тяжело. Весна какие-то надежды породила, но тем не менее чудо не произошло. Первые домашние матчи команда провела фактически на выезде в Тюмени. Центральный стадион был на реконструкции, а российский футбольный союз так и не пошел навстречу клубу, чтобы поменять местами гостевые и домашние игры. Впервые в премьер-лиге в родных стенах Енисея сыграл только в 10-м туре в конце сентября. К тому времени команда уже потерпела пять поражений. Мало того, перед сезоном кардинально поменялся состав. Заменили 12 человек. Это была инициатива главного тренера команды Дмитрия Оленичева, что и подтвердили он сам и директор клуба Денис Рубцов в интервью нашей телекомпании. Премьер-лига – это абсолютно другой уровень по сравнению с тем годом ранее. И, конечно же, учитывая мой опыт, а я уже в такой ситуации был, работая в Тульском арсенале, когда тоже команда вышла в премьер-лигу, и практически 90% того состава, который был в первой лиге, он играл и в премьер-лиге. И, конечно же, этого не хватило. И вот, исходя из этой ситуации, мы пришли с Денисом Анатольевичем вместе со своими помощниками, что нужно так кардинально обновить состав. Проигрыш и вылет из премьер-лиги – это исключительно тренерская ошибка. Тренерский штаб, получив абсолютнейший ресурс на формирование команды, уничтожил тот боеспособный коллектив, который был в прошлом году, который выводил нас в премьер-лигу. И, по сути, ничего абсолютно не создал в плане коллектива и командной игры в этом сезоне. Это мнение, можно сказать, большинства болельщиков Енисея. Между прочим, они не покидали команду даже в самые трудные минуты. В среднем на каждую игру приходили по 9 тысяч поклонников Енисея. У билетных касс на матчи с топ-клубами была давка. Которые билеты по 600 рублей? Дайте, пожалуйста, два. Какой есть? Осенью, когда дела у клуба пошли совсем плохо, встал вопрос об увольнении Оленичева. Его даже отстранили на одну игру от управления командой. Но после долгих переговоров Министерство спорта края заявило – Оленичев точно доработает до конца года. Когда-то и родилось то самое совместное интервью руководителей клуба нашему каналу. И настрой был боевой. Поэтому надо грызть земли, чтобы исправить эту ситуацию. Конечно же, мы в долгу перед болельщиками сделаем все возможное. Некаких даже, как вы сказали, думать доигрывать СИЗО. Ни в коем случае. Это лучше тогда собрать вещи и разъехаться нам по домам. А наоборот, надо сплотиться сейчас в такой тяжелый период. Но, к сожалению, даже усиление в межсезонье не помогло. Клуб так и не выигрывал. Расло напряжение внутри команды. Болельщики предлагали Оленичеву уйти по собственному желанию. Весной почти на каждой домашней игре появлялись баннеры с обращениями к главному тренеру. Но, увы. В свою очередь, Дмитрий Оленичев обвинял руководство клуба в том, что именно оно стоит за болельщиками и подталкивает их к конфликту. Понятно, что это не так. Команда проигрывает. Первые вопросы мы еще задавали в конце того года, когда она идет. Конечно, болельщикам это не нравится, когда мы понимаем, что дело идет к вылету, шло на тот момент к вылету, а тренер делает все, чтобы остаться и никуда не уходить. Но при этом и сам ситуацию не может исправить, потому что, видимо, не готов к премьер-лиге. Мы обращались в пресс-службу клуба, чтобы получить комментарии Дмитрия Оленичева. Но тот отказался с формулировкой «не до того сейчас». Даже на пресс-конференциях он не готов сказать, кто виноват в поражениях. Конечно, команда уже вылетела в национальную лигу. В процентном соотношении, какова вина на вас в процентах, как вам кажется, и сколько процентов отдаете футболистам? Ну, надо сделать тщательный анализ. После этого только я могу ответить на вопрос. Контракт у Дмитрия Оленичева заканчивается в конце мая. Останется ли он в команде, пока неизвестно. В Министерстве спорта края уже заявили, финансирование клуба в следующем году будет сокращено до уровня приемлемого в ФНЛ. В этом сезоне наша команда получила 750 миллионов. Эти деньги содержали не только мужскую, но и женскую, и молодежную команды. Для справки, меньший бюджет был только у Анжи, который вместе с Енисеем покидает премьер-лигу. Но есть идея сохранить молодежку, которая выступила успешно. Будет создан Енисей-2. Ребята будут играть рангом ниже, но все же в профессиональной футбольной лиге. Наша молодежка, чтобы уже играла на равных с профессиональными командами взрослыми. Чтобы уже были в конкурентной борьбе. Чтобы молодежь переходила в основную команду. Это разумеется. Задачи основной команде на предстоящий сезон пока не ставили. Мы уверены, что у нас будет боеспособный коллектив, который будет демонстрировать победы свои. И не надо, наверное, сейчас опять говорить, о каких задачах вы ставите в ФНЛ. В спорте есть одна задача. Это занимать первые места. Занимать первые места, быть лидером, воспитывать подрастающее поколение. Может быть, через какое-то время мы вернемся туда, где играли в этом сезоне. Судьбы руководства клуба и теннисского штаба и точные суммы финансирования на следующий год будут обсуждаться только по окончании сезона. Заключительный матч в премьер-лиге Енисей сыграет в следующее воскресенье на выезде против чемпиона страны Санкт-Петербургского «Зенита».